Ехать однозначно стоит всегда, потому что ни после первой революции в январе 2011 года, ни после нынешних событий ситуация в курортных районах не изменилась. Даже в январе 2011 года, когда революционные события затронули ту же Хургаду, в общем-то никаких жалоб ни от российских, ни от других туристов не было. И египтяне в этом плане, они люди очень сознательные, потому что они четко понимают, что их внутренние дела это их внутренние дела, но туризм это один из основных источников их ВВП и дохода государства. Поэтому при любом раскладе, кто бы там в итоге не одержал верх, туризм в Египте будет лелеяться и туристам будет там спокойно и хорошо. Но сказать, что народ ликует, это, мягко говоря, преувеличение, потому что народ Египта явно расколот. Очень много сторонников и усвергнутого президента, очень много людей, которые составляют ему оппозицию и его исламистской партии, братьев-мусульман. И единственное, что можно совершенно точно спрогнозировать, это то, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы, можно сказать, даже в ближайшие годы это не закончится. То есть вот это гражданское противостояние, оно копилось годами и выплеснуло снаружи. И на самом деле, конечно, с учетом того, что, в общем-то, бурлит весь регион, в Египте мы не можем ждать, что что-то быстро успокоится. Но в принципе, люди, которые знают, любят Египет, будут продолжать в него ездить. Лично мои знакомые, буквально несколько человек, буквально в последние дни, зная о том, что происходит в Каире, что в Каире неспокойно, тем не менее, они поехали на египетские курорты, и я уверена, что приедут оттуда очень довольные.